Судьбу медведей из газели решали сегодня в суде. Соседи столичной дрессировщицы Елены Волосевич пожаловались властям на то, что та держит во дворе жилого дома хищника, ко всему еще и должным образом не ухаживает за ним. Жильцы боятся и за саму медведицу, которая много лет заточена в микроавтобусе, и, конечно же, за себя, так как укротительница редко кормит зверя. Ксения Макаревич побывала на этом процессе. Елена Волосевич в зал суда пришла в плохом настроении. Долго сидела в коридоре и в последний момент отказалась присутствовать на процессе. Инспекторы департамента природопользования обвинили женщину в жестоком обращении с бурым медведем. Ответчица сама себя она называет профессиональной трессировщицей. Забрала хищника из цирка несколько лет назад. И все это время зверь жил в микроавтобусе возле дома хозяйки. Приходят бесконечные жалобы, но департамент уже, значит, работал еще до первого обращения. Никакой различительной документации она вам не предоставлена? Да. Жалобы на Елену Волосевич стали поступать, когда она решила проводить репетиции цирковых номеров у себя во дворе. Соседям не понравились такие танцы со зверем. Эти кадры жильцы сняли, когда женщина обучала разным трюкам, тогда еще маленькую медведицу Дусю. Дрессировщица решила подзаработать, устраивая представления на корпоративах, свадьбах и детских праздниках. Мои золотые девочки, она доверяет мне, потому что если я разговариваю, говорю, Дусю, все в порядке, тебя никто не съест. Дела дрессировщицы шли неплохо. Заказы на выступление поступали регулярно, но со временем зверь вырос. Сейчас хозяйка уже не может его контролировать. Видимо, и сама стала бояться крупного хищника. Перестала выводить питомца на прогулки и крайне редко кормила. Насколько я знаю, это бывает раз в две недели, может в неделю раз. То есть это совсем нечасто. Насколько я знаю, медведя нужно кормить каждый день и давать попить. Но также без воды, без еды не очень жалко. Соседи уже неоднократно предлагали женщине подыскать более подходящее жилище для медведя. Например, увезти его за город. Но та не желала никого слушать. Тогда о жестоком обращении люди сообщили в городские службы. Увидев своими глазами медведя в газели, инспекторы подали иск в суд. И без труда доказали, что хищника нельзя держать в таких условиях. В ближайшее время звери переселят в питомник. Специалисты перед этим планируют провести медицинское обследование. Соологи убеждены, что за годы жизнью в заперти хищник серьезно пострадал. Ксения Макаревич и Алексей Козин, телекомпания НТВ, Москва.